Всем здравствуйте! Сегодня хотим поговорить и уделить время фенам. Сегодня покажу вам, как ухаживать за феном. Почему два фена? Потому что некоторые могут подумать, что это разные фены. На самом деле это два одинаковых фена. Просто один находится на вот таком штативе, который приделан к стене, а другой переносной, и он с гофрой, а этот у нас с трубой. Разницы нету, конечно, как их чистить. Вот здесь вот набирается весь мусор. Конечно же, во время работы у нас нет времени его разбирать, и мы можем просто сделать вот так, дабы у нас воздух хорошо проходил сюда. Но на регулярной основе, конечно, желательно его полностью разобрать. Не надо бояться этого делать. Вот откручиваем. Оно здесь специально так сделано. Откручиваем. У нас здесь вот открывается вот такой проход к мотору воздуха. И достаем фильтр. Сейчас мы прочищаем вот здесь. Мы его чуть-чуть вот так вот обстряхнем и пойдем помоем. Вот еще один фен. То же самое. Откручиваем. Этот будет чуть-чуть погрязнее. Тоже видите, сколько всего на нем набирается. Это все потом идет в мотор, и, соответственно, служба вашего фена сокращается. Перегревы и все остальное. Вот смотрите, какая здесь уже грязь. То есть, если здесь вот еще более или менее все чисто было на этом фене, то на этом уже вот. Здесь тогда тоже снимаем фильтр, чистим. Берем эти два фильтра и идем моем. Чем я мою? Просто глубокой очисткой для собак помою. Я просто вот так вот залью глубокой очисткой. Где эти фильтры покупать, я не знаю. Поэтому я стараюсь максимально часто это делать. Плюс-минус один раз в месяц. Ну, или даже чаще. В зависимости от того, насколько у вас много работы и как быстро он у вас забивается. И смываем. Теребить не надо. То есть, аккуратненько надо, потому что поролончик здесь достаточно тоненький. У всех фенов чистится это все одинаково. То есть, вне зависимости от фирмы. У них у всех сзади стоят фильтры. Вот все, они помытые. Шерсть это наше все. Вот два чистых фильтра. Естественно, мокрый фильтр мы сразу не одеваем на фен. Я их попробую чуть-чуть салфеточками просушить, бумажными. Вообще, по идее, они очень быстро должны сохнуть на самом деле. Иногда бывает, что можно прям салфеточками их высушить до конца. Вот. Сюда его поставили. И здесь главное попасть в серединку, как он был. Будете ухаживать за своим инструментом как надо, будет служить дольше. В моей практике вот такие фены, это китайские фены с Алиэкспресса, ничего особенного, плюс-минус служат по пять лет. Ухаживайте за своим инструментом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!